Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», 8-й том, вопрос 2130. Какое место Писания повелевает дерзить гонителю, чтобы добровольно быть умершлённым? Разве это не разновидность самоубийства? Ответ Игнатия Тихоныча Лапкина. Церковь это не одобряет. Нужно вскрываться. А если Бог допустит, то переносить мужественно, страдая. Матфея 10, 23 стих. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Матфея 2, 13 стих. Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит. «Встань, возьми младенца и матери его, и беги в Египет, и будь там, да коль не скажут тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». 2 Коринфянам 11, 32. В Дамаске областной правитель царя Оретты стерёг город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Киприян Карфагенский, 31 августа, кавычки открыты. Но так как время подвигов святого Каприяна ещё не наступило, то он решил удалиться на время из Карфагена, дабы своими увещаниями и наставлениями из неизвестного язычника места поддерживать веру христиан и побуждать их твёрдо исповедовать имя Христова. Решив удалиться на время из Карфагена, Киприян написал своим пресвитерам и диаконам, а также и предстоятелям церкви римской послания. В этом послании Киприян сообщал, что он удаляется из Карфагена для того, чтобы его присутствие не усилило ещё более ярости гонения, что хотя я отсутствую от своей паствы телесно, он присутствует с ней в Господе, что он написал 13 посланий для утешения сильных, ободрения слабых, для устранения разного рода нестроений в церковной внутренней жизни и для успокоения душ колебющихся. Киприян также объяснял свой поступок. Первая степень победы состоит в том, чтобы исповедать Господа после взятия руками язычников. Вторая степень славы состоит в том, чтобы благоразумным удалением спасти себя для Господа. Одна есть всенародное исповедание, другая – частное. Одна побеждает гражданского судью, другая благоприятнее Богу как судьи, ибо поддерживает чистую совесть в непорочности сердца. В одном случае обнаруживается более живая твёрдость, в другом – более уверенная осторожность. Один, когда приближается час его, оказывается уже созревшим для смерти. Для другого, быть может, она отсрочена для того, например, который, оставив своё наследие, удалился по той именно причине, чтобы ему не отпасть. Но, несомненно, исповедовал бы себя христианином, если бы и он был также взят язычниками. Без сомнения, своим временным удалением Киприян оказал церкви более высокую услугу, чем мог бы оказать её сразу же принятым мученичеством, замечает. Представим себе, что он, Киприян тогда, то есть тогда, когда бы не скрылся из Карфагена, удостоился мученической кончины. Кто бы научил упадших к покаянию, еретиков в истине, расколу учителей единству, чад Божьих в сохранении мира и молитве? Но были и такие христиане, которые не выносили мучений и приносили жертвы, или курили ладан идолам, или за деньги покупали у градоначальников записки, в которых означалось, что они приносили жертву идолам и отреклись от Христа, хотя этого не было на самом деле. Некоторые даже добровольно, без всякого требования, приносили жертву богам языческим. Другие, других языческие судьи с наступлением ночи отпускали домой и не понуждали к жертвоприношению, но они сами просили дозволения принести жертву в вечернее время, не отлагая их до другого дня. Много было и таких, которые склоняли друзей своих к отречению от веры христианской, какое совершали сами. Обстоятельства, причинившие немало огорчений святому Каприяну. Кавычки закрыты. Все, что другому умно говорить, говоришь, примеривай на свой хребет рубеж. Нас окружают часто дикари, то просто беспокойство, то грабеж. Как хорошо жить и не среди зверья, подсиживаний подлых избежать, Жить по-семейному, друг другу доверять, и вместо голубя не обрести ежа. Мне нравится порядок, чистота. За письменным столом и за оградой. Язык не наворочил бы, как кучи укрота. Рыбачить так уж с братом, а вовсе не с пиратом. Но кое в чем мой узок окоем. Не досмотрел, что рядышком под носом, Когда вдвоем мы песню допоем, А кажется, сосед протнул уже колеса. Не доверять, что можно под кровать, Загнать к лицу и на ночь под окошко. На богослужение бы носом не клевать, Что мнение чужое мне от своих-то точно. Стараться дать совет, письмо, ответ, Чтоб было все в согласии со словом иеговы. Хочу, чтобы и мне, как брат был мой сосед, Не в службу, в дружбу помогать готовый. Не пожелай другому, чего себе не хочешь. Вот золотое правило святых. Лукавость истреби, живи как можно проще, И Бог поможет нам достигнуть высоты. А как ему? Будь на моем он месте. Мы целые одно, в одной ячейке. Не начинать войну, не будет и арестов. Христову мы не скажешь, что не чей ты. Со мною поступать, как с ними я? Ого! Да сразу же протянешь ноги. Не этим, мудрая хитрая змея, Не погуби себя, показывай строгим. Игнатий Лапкин, 27.09.03.